Всем привет, друзья! Рада приветствовать вас на нашем семейном канале! Сегодня я готовлю такие бюджетные бюджетные бутерброды. Это бывает, знаете, на случай, когда в холодильнике, но вот прям ничего нет. Всегда есть хлеб, всегда есть картошка. Но я сегодня буду использовать, добавлять яйцо. Но, в принципе, смотрите, если нет яиц, вот у вас совсем пуст холодильник. Можно без яйца, я делала без яйца, тоже очень хорошо получается. И я добавлю буквально чуть-чуть лука, но всё-таки с луком вкуснее. Значит, хлеб нарезаю я не очень толсто. Вот посмотрите, ну вот этот один потолще, а вот потоньше. То есть, ну толстый хлебушек не надо. Нарезали хлеб, то есть вы можете как угодно, хоть треугольничками, хоть квадратиками, то есть это не принципиально. Дальше понадобится миска, в которой всё это будем перемешивать. Можно добавить, конечно же, сама картошка, вот яйцо, лук, тёрка. Наш основной инструмент, на котором будет приготовление. Ну и плюс сковородка, конечно, нужна. Соль, перец. Можете добавить зелени, допустим, мелко нарезанный укроп. Либо вот приправы, которые вы любите. Итак, начнём. Значит, первым делом я натираю картошку. Смотрите, можете натирать на мелкой тёрке, можно на крупной. Но я буду на мелкой, чтобы картошка хорошо прожарилась. То есть получаются такие вот очень бюджетные, горячие бутерброды. Но это очень вкусно и очень дёшево. Натираем картошку. Итак, картошка натерта. Смотрите, картошка образовывает жидкость. То есть, когда много жидкости, нужно немножко отжать. Вот так вот. Я прям отжимаю картошку. И вот эту вот водичку сливаю. Она нам не нужна, потому что сильно жидко получится. Вот, я делаю немного. Просто вам, для примера, показать этот рецепт. Вот так вот, прям двумя руками хорошо отжимается. Максимально убрать жидкость из картофеля. Так, выливаем. Ещё разочек. Видите, сколько жидкости? Если бы я её оставила, плюс вот я добавляю яйцо, всё это получится вообще очень-очень жидко. Всё, вот достаточно. Выливаю. Так. Вот такая картошечка. Она, смотрите, сухенькая сразу стала. Вот такая вот красивая беленькая картошка. Вообще, есть один способ, чтобы картошка не темнела. Если есть лимон, можно добавить, немного выдавить лимон, а тогда картошка не потемнеет. Дальше я сюда натираю лук. Ну, у меня совсем немного лука. Ой. Лук можно на более крупной тёрке. Если неудобно на тёрке, можно воспользоваться блендером. Ну, вот с чашей такой блендер. Там перемалывать. Либо на мясорубке можно вообще, кстати, всё это делать. И картошку, и лук можно на мясорубке. Ну, вообще, я не люблю лук. Страшно на тёрке натирать не люблю, потому что это очень неудобно как-то. Ну, вот сколько натерла, чуть-чуть вот что-то попало, пойдёт. Так как количество у меня небольшое. Так. Всё. Затем сюда пошло яйцо. Одно. Сразу же я включаю сковородку. Пускай разогревается. Сюда добавляю соль. И перец. Немножко. Теперь нужна ложка. Чтобы всё это дело перемешать хорошенечко. Вместе с яйцом, с луком, с солью и перцем. Видите сейчас, насколько оно более такое жидкое из-за яичка стало. Из-за яйца. То есть, поэтому воду с картошки обязательно отжимать нужно. И, кстати, когда вы делаете обычные, просто драники. Да. Тут уже водичку с картофеля желательно отжимать. Вот такая получилась кашица. Сейчас разогреется сковородка. И будем делать. Заранее на хлеб не наношу. То есть, можно сейчас намазать. И пускай лежит, пока раскалится сковородка. Но я так не делаю. Потому что хлеб станет слишком мягким, пропитается. И тогда вот не то. Мне нужно, чтобы он был хрустящим. Чтобы сверху корочка была хрустящая. Поэтому я намазываю непосредственно, перед тем, как уже кладу на сковородку. Поэтому пускай постоит, пока разогреется сковорода. А пока я вас перенесу. Вот так вот. Перемещаемся. И немного подождём. Итак, друзья, сковородка разогрелась. Наливаю растительное масло. Немного. Пускай ещё минутку прогреется само масло. Плиту я переключаю. Чтобы всё это было на медленном огне. Для того, чтобы наша картошка прожарилась. Чтобы она не получилась сырой. Всё. Теперь беру хлебушек. Картошки у меня чуть-чуть маловато. То есть, яйца много получилось. Одного на таких три маленьких картошки. Но ничего страшного. Я же говорю, без яйца тоже очень круто. Даже без яйца немножко по-другому. Оно более сухое. Больше как-то зажаривается. Когда картошка без яйца. Ну, я делаю с яйцом. Вот так вот накладываю. Смотрите, слой нет сильно толстый. Чтобы это всё прожарилось. Но, в принципе, когда картошку тру на мелкую тёрку, прожаривается всегда. Если трёте на крупную, то немножко подольше. Нужно огонь медленный. Тем более, чтобы хорошо прожарилось. Вот так вот намазываю. Тщательно. Везде по краям. И кладу на разогретую сковородку, на растительное масло, вниз. Вот этим вот верхом. Вот так вот. Положили. Всё. Намазываю следующий кусочек. У меня, в принципе, как раз на 4 хлебушка и хватит. Так как намазывание толсто. Готово. И точно так же вот так вот кладём. Всё. Пускай обжаривается. До красивого золотистого цвета. Смотрите. Потом, когда обжарится с той стороны, на которой лежит, можно перевернуть и ещё тот низ поджарить, чтобы он такой хрустящий стал. Либо можно не поджарить, а ставить его, чтобы он мягенький был. Это уже как, смотрите. У кого какие крепкие зубы, да? Кто-то любит погрызть сухарики и хрустящий хлеб. Кто-то любит помягче. Поэтому это уже смотрите сами. Всё, ребятушки. Наш хлеб готов. Я выкладываю на тарелку. Я низ обжаривать не буду. Потому что, смотрите. Так, сейчас немножко камеру вот так и поправлю, чтобы вам было лучше. Видно больше захват. Вот. Низ я не обжариваю, потому что, если я положу ещё низ, смотрите, сейчас хлебушек, он как свеженький, он мягенький. Вот такая красота сверху выглядит вообще просто бомба. Потому что, если ещё обжарю низ, более жирное, ребятушки, станет. А масло ещё впитается, поэтому я этого не делаю. Сразу же намазываю остальной хлеб. Уже такой вот жидненько стал, но ничего страшного. Выкладываю на хлебушек. Посмотрите, какие они красивые, поджаренные. Если вы любите чеснок, можно добавить чесночка. Вот изначально, когда добавляли лучок. Так, низ. Выкладываю вот так вот. И последний хлебушек. Вообще, блюдо очень простое. Так интересно его готовить. Быстро и вкусненько. Я вас уверяю, это очень вкусно. Так. Всё, обжариваем остальной хлеб. Очень вкусно. Потому что, смотрите, конечно, да, можно пожарить просто банальные драники. Но, когда с хлебом сытнее, мы говорим, да, вот, моё видео посвящено для тех, у кого нет ничего в холодильнике. Но хлеб, в принципе, да, но хлеб есть у каждого в доме. Я надеюсь. Дай Бог, чтобы так было. Вот, с хлебом сытнее. Ну, можно и драники положить сверху на хлеб, но это интереснее. И как-то, мне кажется, вкуснее. Вот так вот мои бутербродики выглядят поближе. Очень вкусные, аппетитные. Давайте один разломим. Смотрите, вот, хлеб остался, вот о чём я говорила. Хлеб остаётся мягкий, когда не обжариваешь снизу. Но, когда снизу обжаришь, тоже очень интересно, но более хрустящее. Осталось попробовать. Ммм, это очень вкусно. Выходит так вот очень просто, незамысловато. И сытно, и вкусно. Вот такой вот я показала вам способ. Кому он понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok